Ну немножко все-таки я скажу о событиях, да, потому что мы не можем быть абсолютно нейтральными к событиям, которые происходят в мире, тем более В странах, из которых мы родом Здесь у нас в церкви народ сидит и из России, и из Беларуси, и из Украины, из Молдовы Сейчас детки как раз подойдут, помолимся, я за них уже и помолюсь С Казахстана От Казахстана Откуда у нас еще люди? Я сказал От Молдавии Прибалтика Литва же, правильно? Эстония С Литвы не пришла сегодня сестра И кто-то может из нас спросить, почему Господь все это допускает? Почему так трясет Вселенную все? Вот сейчас реально можно сказать, что Бог сотрясает всю землю И я уже об этом говорил Ну еще раз повторю В принципе, нет ничего нового на земле И то, что сейчас происходит, уже когда-то было И то, что когда-то будет, уже есть Ну так пишет, по крайней мере, мудрый царь Соломон И я могу так сказать, что с Израилем так происходило Вот Израиль начинает идти за Богом Начиная приносить Богу победы Мы знаем, что начинается золотой период Израиля Когда Соломон воссел на троне И можно так сказать, что весь Израиль практически был завален золотом И может даже да се кажется, что целый Израиль был усыпан с золотом Очень много золота, которое везли со всего Древнего мира И много золота, которое возили от различных стран Израиль поднялся на самую высоту Израиль се воздигнал на высока высочина И потом что произошло? Но какво се случило? И началось пламненькое, медленное остывание Започнало постепенно охлаждание Уже при царе Соломона начали поклоняться идолам Написано, многочисленные жены Соломона развертили сердце царя И на всех высотах возносились определенные такие приношения Но не Богу, да, живому, а идолам И началось падение Израиля И со всех сторон начали атаковать Языческие страны Начали покорять Израиля И конец мы знаем Что храм был разрушен И Израиль, весь народ был просто рассеян по всему ликвозуму Что сейчас происходит? Какво се случило сега? Знаете, мы живем сейчас в период великих перемен на самом деле Живеем в период на великите промени И что Писание говорит неизменно? Какво казва Писание, то не может да се промени Что любящим Бога И призван по его соизволению Все Скажи все Все содействует ка благо Знаете, я жил еще в те времена Кто-то тоже это время застал Когда было страшное землетрясение в Карабахе Там все было разрушено И когда люди пришли И они увидели одно странное явление В центре Карабаха Стояла небольшая церковь В которой молились люди верующие И вот эта церковь, она осталась вообще нетронутой В ней ничего не шелохнулось Бог хранит своих Знаете, когда началась война Я был из тех, кто сказал Эта война Она покажет Кто по-настоящему верит в Христа И тот, кто по-настоящему верит в Христа Он останется непоколебим Бог будет хранить его Как он и обещал Как зенитство своего ока Аминь или не аминь Поэтому за кем мы сегодня следуем Вот я сегодня следую за Христом И ничто меня от Него не отвлечет У нас христианская церковь Наша церковь христианская И наш Бог Ишо Машех Иисус Христос И значит, сейчас идет время Такое время Когда Бог потрясает землю И кто не отведет своего взгляда От Христа Написано Претерпевший до конца Претерпевший до конца Претерпевший до конца Спасется Не отводи своего взгляда От Иисуса Бог будет свергать идолов Бог есть Бог ревнитель И Он не потерпит Возможно, ты своего ребенка Поставил на троне Возможно, на троне Сейчас воссел твой муж Или твоя жена Бог не будет этого терпеть Возможно, на троне сидит На троне твоего сердца Ты посадил какого-то человека Который, ну, прекрасный человек Может быть, просто, ну, невероятный Абсолютно наделенный властью Всеми полномочиями Эрудицией Мощным интеллектом Айкью зашкаливает Но, вы знаете Бог своей славы Никому не отдаст И пока, вот, на этом троне Выседает кто-то Кроме Бога Ты находишься в очень опасном положении Просто убери этого идола Перестань заниматься с идолопоклонством Если ты любишь всем своим сердцем Кого-то, но не Христа Я скажу тебе правду Ты простой идолопоклонник Ты говоришь, ну, я же люблю Слово ребенка Все мое сердце Я вот сейчас Прохожу этот период Мне трудно Я, когда родилась в Бигельке Мое сердце просто к ней прикипело Но Бог говорит Осторожно Трон твое сердце Не должен кто-то занять Кроме Христа Там некому делать ничего Слышите меня Насколько это важно Я хочу сказать Нет ничего важнее Вот я последние недели Проповедовал про скинию Скинию Моисеева Скоро буду проповедовать Про скинию Давида Павши И мы узнали о том Что скиния Это всего лишь прообраз Прообраз кого? Наш прообраз На нас Прообраз человека На человек Что в нашем духе Как будто В нашем духе Должен жить только один Это дух Бога живого Душа это святилище Плоть это внешний двор И там даже Были золотые Помните, да? Золотые кольца Которые вот так скрепляли Шкуры животных Золотые места Которые соскрепили Кожи-то на животных Как я уже говорил Золото Это прообраз веры Самый лучший проводник Вы знаете Даже Наша плоть Она должна быть Пронизана Святым Духом И двигаться Мы должны Не по плоти А наша плоть Призвана Двигаться И жить По Духу Святому Поэтому так И написано Нет ныне Никакого осуждения Тем, которые Живут не по плоти Но по Духу По Святому Духу Я сегодня Готовлю место Сегодня нам Будет служить Епископ Да, перед этим Мы помолимся За детей, конечно Детки Приходите Иисусу Детки у нас Красивые Да Аллилуйя Приходите Не стесняйтесь Аллилуйя Слава тебе Давайте Прострем наши руки Аллилуйя Отец Остана Слава тебе Благослови Господь Аллилуйя Отец Наших деток Господь Отец Пусть Твое прикосновение Прикосновение Святого Духа Господь Твое святое Помазание Господь Да пребудет на них Господь Твоя защита Мы призываем Самую мощную защиту Еще и еще раз Защиту В Твоей драгоценной Крови Господь Покрой их Покром благодати Твоей Где бы ни находились Господь Наши дети Дети Которые не смогли Сегодня прийти на служение Все дети Которых мы любим Господь За которых мы молимся Господь Отец Остана Кого мы знаем И кого мы еще не знаем Господь Отец Остана Да будут покрыты Твоей святой благодатью Написано Ты непрестанно Печешься о детях наших Господь Даже когда мы Не можем о них заботиться И печься Ты печешься о них Господь Даже когда мы Не можем защитить Ты их защищаешь Слава тебе Всемогущий Бог Мы тебя за это благодарим И славим Твое святое имя Мы молились В молитве Согласия Во имя нашего Господа Иисус Христа И народ Божий Доскажет Аминь Бог благословит Руководителя Татьяну Слава тебе Проходите детки Давайте поприветствуем Пастора Александра Питкова Пастор Александр Питков Аллилуйя Еще раз приветствую всех Любови Иисуса Христа Я часто воду пью Особенно в последнее время После операции Мне нужно Два-три литра Выпивать Меня же не заставляет Это делать Но когда я проповедую Я тоже пью холодную воду И Когда люди Первый раз пришли В церковь к нам И приходят в церковь Говорят Странно вас пастор Постоянно пьет Но не пинеет Пастор постоянно пи Но обаче Не става пиан Ну потому что у них Свой взгляд на это Для смелости Пьют Сто грамм А будучи в свое время Музыкантом Перед концертом Мы всегда Для согрева За да се стоплим Рюмочку две И пихме по Една-две Чащи Сто грамма Но это Прошлоя жизнь Но това е миналия живот Сегодня только я пью Вино Духа Святого Не спия Виното на Святее Дух Я от него не пинею Не ставам пиан от Него Но мне от него хорошо Но много мне добре от Него Это помазание Твоя помазание Поэтому Очень важно Чтобы мы Свой Дух Затова е много важно Ни е нашия Дух Кормили И поили Истинным хлебом Истинным вином Я хотел бы сегодня Проповедовать На очень важную тему Она лежит В основе нашей веры И за голямо сожаление Но это моя наблюдательность Това е моята наблюдательность Эта тема Мало посвящает Времени в церкви Тази тема Не я обсуждат много В церквите Так как это Сакральная Защото Тя е сакрална То, что Совершает Дух Святой Това, който Прави Святия Дух С теми Которые уверовали В Иисуса Христа Иисус это Очень четко Подчеркнул Иисус много Ясно Го подчертава Одному из Учителей Израиля В то время Наединия Учител В Израил Который пришел К ему Тайно Ночью Който Тайно Дашил При него Признушта Признав Нем И увидев Нем Месию Обещан И он Связал С ним Ну Свои Чаяния Надежды И Той Се Надявал В Той Се Надявал И тот Свой Религиозный Опыт Который имел Он Надеялся Что он Послужит Тому Чтобы Быть Принятым Ну Скажем Числен Первых Которые Войдут Царствие Божие Обещан Но Иисус Сказал Ему Если Не Родиш Се Свыше Царствие Божие Не Увидишь И Не Войдешь Он Не Понял О Чем И Речь За Как Воз Това Дума Но Нет Он Понял По Своему Это Он Сказал Как Это Можно Второго Рас Войти В Матери И Родиться По Все Вероятности Он Понял Что Он Недостоин В Это Царствие Божие И Жизнь Прожил Не Соответствие Всех Тех Требований Который Бог Через Закон Дал Израил Иисус Ему Второй Раз Говорит Истина Истина Говорит Если Не Родитесь От Воды И Духа Царствие Божие Не Войдете Я Думаю Все Мы Об Этому Знаем Да Это Текст А Что Он Под Собой Имеет В В Я Хотел Бы Здесь Дать Разъяснение Очень Важное Что Нужно Родиться От Духа Божьего И Я Начну С Первого Местописания Когда Апостол Павел Говорит О Тех Которые Уверили В Иисуса Христа Второе Послание Послание Ком Куринтяни 17 17 5 5 5 5 7 17 Итак Кто Во Христе Тот Новая Тварь Древнее Прошло Теперь Все Новое Зато Ако Няко Христ Той Новое Создание Старое Примин Это Все Стане Новое Так Говорится О Новом Творении Апостол Павел Таким Обратом Излагает Вот Эту Метаморфозу Которая Должна Совершиться В каждом Верующем Иисус Христа И он Дальше Разъясняет Это В других Посланиях Говоря О новом Внутреннем Человеке И Внешнем Человек Так же Он Говорит О плоти И духи Которые Друг Противятся И все Это Внутри Человека В одном Человеке Всичко Това Внутри Вътре Във Один Человек Когато Человек Уверует В Иисуса Христа Истинно Уверует В нем Должна Вот Это Продзайти Метаморфоза Возрождение Возрождение Синоним Возкреснуть Из мертвых И В нем Должна Вот Эта Родица Новая Природа И В него Трябва Да Се Роди Новата Природа Которая Входит В конфликт Со Старой Природой Я вижу Что Некоторые Меня Начинают Понимать А Другие Еще Не Совсем Поэтому Поэтому Очень Важно Чтобы Когда Будете Сегодня Слушать Тези Признаки Которые Должны Быть В Нас Чтобы Вы Ободрились Что Что Так Что По Природе Являетесь Новым Творением А А Если Вы Просто Религиозные Набожные Как Мы Называем Номинальные Христиане Культурологические По Нужде Еще Ну Как Без Бога Да Прожить Только Люди Вот Этим Могут Только Руководствовать Когда Ему Что Нужно От Бога Он Обращается Я Говорю Это Небосуждение Потому Что У Каждого Из Нас Такова Природа Писание Об этом Говорит Что Никто Не Ищет Бог Все С 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 Нам Нужно Воскрес Нам Нужно Возродиться Свыше И Человеческими Усилиями Это Невозможно Только Благодатью Даром От Бога Духом Святым 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 Нас Может Войти Это Потерянная Вечная Жизнь Который Утратил Тогда Потерял Адам И Поэтому В Новом Завете Мы Видим Как Бог Решает Эту Проблем И Мы Рассмотрим Именно Два Важных Фактора Что Ветхи Завет Че Стария Завет Вообще Я думаю Библисты Назвали Его Не Совсем Правильно Это Старый Завет Или Первый Можно Сказать С Израилем По Обетованию И Для Израиля Был Дан Закон Тора Через Которую Они Должны Вступить Завет С Богом Это Обрезание Первое И Завет С Богом Это Исполнение Торы Также Жертва Это Пасха Песах Агнец Кровь Агнца И Цель Этого Завета Чтобы Сохранить Божий Народ Первая Главная Цель Красной Нитью Червен Кунец Чтобы В этот Народ Пришел Сам Бог Чтобы Стать Человеком И Исполнит За Человека И Вместо Человек Да Исполнит Все Требования Закона Чтобы Вернуть Человека Все Человечество Наследие Жизни Вечной И Поэтому Должны Понимать Для чего Дан Был Закон Второе Означение Второе Тому Значение Чтобы Это Лучшее Представительство И всех Народов Израильский Народ В то Время Посвященный Богу И Они Должны Убедиться В том Что Человеческими Усилиями Невозможно Себя Исправить Чтобы Вернуться В то Прежнее Положение Святого Совершенного Человека Который Которым Был Изначально Адам И Поэтому Это Очень Важно Ветхого Завета То есть Старого Завета И Поэтому Представитель Израиля Никодим Который Пришел К Иисусу Он Себе Это Обнаружил Это Был Уважаемый Человек В Израиле Учитель Учил Истини Священное Писание Прожил Достаточно Хорошу Праведную Жизнь По Меркам Опять же Человеческим Но Совесть Ему Говорила Каким Ты Был Таким Ты И Остался Помните У вас Песня Такая Он Понимал Что Он Внутри Несовершен Вот Это То Человек Обречен На Это Его Невозможно Исправить И Поэтому Бог Предопредел Человеку Дать Новую Природу Поэтому Условия Старого Завета Они Были Обусловлены Обрезанием И И Исполнением Торы Нового Завета Это Как Вы Думаете Это Вера В Иисуса Христа Божьего Агнца Рождение Свыше Получение Новой Природы И Поэтому Мы Должны Хорошо Поставить Правильно Водораздел И Затова Трябва Да Сложим Правильно Водораздел Между Законом Божием Которым Дан Божием Закон Которым Был Дан За Израил И Новым Заветом И Новия Завет Где Именно Отношения С Богом Они Жиждятся На Рождение Свыше И Водительство Святым Каждого Верующего Я Не Хочу Умолить Нисколько Важность И Значимость Торы Но В отношении Спасения Она Не И И И И И И И И И Что Сказано Что Плотью Ослаблена Она И То Что Она Потеряла Силу А Человек Не Может И И И Но Если Мы Будем Читать Послание К Евреям То Апостол Павел Там Хорошо Это Объясняет Что Именно По Причине Того Что Человек Не Может И И И И Благодаря Жертве И И И Мы Получаем Спасение Даром Но Это Еще Не Все Это Только Начало И Давайте Мы Рассмотрим Такие Очень Важные Моменты Как Это Происходит Писание Говорит Писание Что Нужно Услышать Слово Божие Поверить Него И Оно Должно Слово Божие Себе Содержать Весть Об Иисусе Христе Новина За Иисус Христос Это И И И И И И И Первый Стих В Начале Было Слово И Слово Было Бог Помните Да Оно Было Бог И Слово Было Бог Вот Это Слово Должно Слышать Человек Весть Об Иисусе Христе И Когда Он Принимает Его Верою То Должно Прознати В этом Человеке Покаяние Мы Назваем Покаяние Вспачение Человек Осознёт Свою Греховность Потому Что Дух Святой Обличает За Что То Святая Дух Обличав И Он Принимает Иисуса Христа Как Свою Личную Господу И Спасителя И Это Можно Назвать Зачатием Давайте Мы Прочитаем Это Местописание Это У Яков Первая Глава Первая Глава 18 стих 18 стих Там Исвечивает Хорошо Хорошо Восхватев Родил Он Нас Словом Истины Чтобы Нам Быть Некоторым Начатком Его Созданий Восхотев Зачал Словом Истины И Это Ну Если перевести Что понятно было Когда У мужчины Есть Лечение К Жене Будем Говорить Правильных Отношения У Него Возникает Желание Возникло Желание Внутри В него Не просто Улетворить Свои Потребности А чтобы Получить Потомство И поэтому Здесь Бог Восхотел И Зачал И Слово Божие Как Семя Которое Попадает В отшево Женщины И Она Зачинает И Уже Начинается Там Новая Жизнь Так С нами Со всеми Происходило С кем Это должно Наверное Что произойти Женщины Хорошо Это понимают Они Через какое-то Время Понимают Что Они Заберенили Обыкновенно Прекращается Начинает Подташнивать Когда Ты Зачал Истинной Божией Твой Дух Попал Это Семя То У тебя Обыкновенная Жизнь Заканчивается Тебя Начинает Подташнивать Ты Обнаружишь Что Что Многое Тебе Начинает Не Нравится То Что В твоей Жизни Когда-то Было Нечто Вече Много Нечто 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 Харест В твое Живот Кое Сеги Харест Упреди У тебя Как у Матери И Ребенка Этого Плода Возникает Такая Интуитивная Уже Связь Возникла Интуитивная Вриска Вече Этот Процесс Называется Период Беременности И Нечто Подобно Духовно У нас Это Происходит Нас Влечет Бог У нас Завязываются Такие Отношения С Богом Амин Переведем Это На нашу Внутреннюю Еще Так же Душу И Дух И Что Интересно Женщина Когда Ваш Слеве Своем Име Это Семя Ее Организм Перестраивается На Жизне Обеспечение Этого Плода И Так же Она Сама Понимает Что Что Плохое Нужно Ставить Вредное Что Может Повредить Ребенка Это Гарантирует Что Ребенок Будет Развиваться Здоровым Това Гарантира Че Детет Что Развива Здорово Такое Духовно Когда Мы Покаялись Увергаем Сто Христа И Чтоб Ты Духовно Там Твой Внутренний Человек Возрастал Нужно Оставить Грех Который Ветх Природа Любит Коя Убич Стар Та Неприрода И Даже Некоторые Привычки И Даже Някой Навицы Испытания Что Убирают Потому Что Начинают Заботиться О Ребенке Это Любящая Мама Крайне Мере Будут Тебя Предупреждать Удерживать Чтоб Этого Не Делал Это Дух Святой Он Уже Вход В Твой Храм И Очень Важно Чтобы Он Там Был Господин Это Процесс Беременности Он Может Быть Опасен Для Человека Который Пренебрежительно Относится К Этому Плоду Вы Знаете Что Говорят Можно Потерять Спасение Нельзя Потерять Спасение Извечный Вопрос Кто Убежден Что Невозможно Потерять Спасение Спасенный Навсегда Други Нет Что Нужно Заслужить Царствие Божье Усилием Берется Кстати Это Не к этому Месту Потребляет Это Говорится Потреблять Его Нужно Когда Ты Родился Свыше Теперь Царствие Усилием Нужно Брать Чтобы Там А Чтобы В Царствие Божье Войти По Благодати Обаче Влизаш В Божье Царство По Благодати И Интимные отношения Муж Жена И Ребенок Уже Зачат Близки Интимные отношения Муж Жена И Вече Дете Зачен Залетел Именно Некоторые Так И Думают Я Помню Еще Это Лет 25 Тому Назад Я Когда Первую Церковь Открывал Я Помню Одна Женщина Пришла В Церковь Ее Дух Все Так Сильно Захватил Она Атеистка Коммунистка Для Ней Это Было Все Новое И Совсем Понятно Неразбираем Но Она Как-то Мне Подходит Что-то Я Не Понимаю Что Со Мною Происходит Что Мне Внутри Говорит Что Вот Это Делай А Это Не Делай Но Я Начал Объяснять Что Это Дух Святого Действует Вы Получаете Новую Природу Вот Она Она Говорит О Не Я Больше Не Буду К вам Ходить А Говорит Еще Уверу И Говорит Случайно По Вервам Потому Что У Нее Свои Представления Атеистические Были К Верующим Люди Больные На Голову И Подобно Поэтому Именно Очень Важно Чтобы Чтобы С тобой Не Происходило В этот Могу Важно Какого Случва С тобой Чтобы Ты Не Сдел Аборт Поэтому Есть Духовный Аборт Он Опасен Женщины Знаете Да Что Если Девушка Сделав Аборт Может Больше Не Иметь Детей Об этом Писание Говорит Посланник Евреям Шестая Глава Что Там Вкусив Небесного Глагола И Будущих Благ Что Они Давайте Я прочту Это место Хотя Я его Не Планировал Но Думаю Нужно Его Потребить Чтобы Мы Понимали Серьезность Это И к Евреям Шестая Глава Шестая Глава Давайте Дальше Четвертый Стих Ибо Невозможно Однажды Просвещенных И Вкусивших Дара Небесного И Соделавшихся Причастниками Святого Духа И Вкусивших Глагол Глагола Божий И сил Будущего Века И Отпадших Опять Обновлять Покаянием Когда Они Снова Распинают Себе Сына Божьего И Ругаются Ему За Что Ту Затей Акуют Водны Себели Просвятение И Совкусили От Небесния Дар И Са Станали Причастници На Святия Дух И Са Вкусили Колко Добро Божито Слово Още Са Вкусили От Великите Дела Които Вывеждат Будущия Век А Са Отпаднали Невозможно Е Да Се Обновят Пак И Да Доведут До Покаяния Докато Разпыват Втори Пыт В себе Си Божия Син И Гол Он На Небе А Что В Нас Его Семя Аллилуйя Об этом Библия Говорит Его Семя Что Они Делают Абор Тем Самым Как Иисуса Христа Отвергают Отвергают Поэтому Это Я Ставлю Границу Чтобы Мы Понимали И Кто В таком Состоянии Сегодня Находится Очень Важно Чтобы Не Произошел Это Духовный Абор Выкидыш Еще Выкидыш Есть Так Ну Пусть Это Так Будет В общем Аборт А Аборт Да Но Когда Женщина Можно Дорваться И Какая-то Болезнь Может Спровоцировать Потерю Плода Это Духовная Болезнь Туда Можно Все Ереси Разного Рода Поэтому Очень Важно Питаться Чистым Молоком Духовным Мляком Беременность Еще Хочу Сказать Что Очень Важно Понимать Что Этот Процесс Он Долж Закончиться Рождением Твоего Духа Царствие Божье Божье Царство Не Понимаете До этого Амин Другими Словами Нам Нужно Родиться В Царстве Божье Может Что-то Так Не Использует Выражение Но Я Использую Это Более Понятно И Отражает Истинно И Поэтому Вот Этот Срок Беременности Выношение Плода Он Может Быть Разным У Многих Во времени Кто-то Может Зачал И Буквально Здесь В считанные Дни Может Буквально За Няколко Дни И он Процесс Беременности И Родился Это Феномен Такой Феномен Наблюдали В 90-е годы Люди Практически Моментально Рождались Свыше И все Признаки Рождения Свыше Прямо Были Явно На лицо Я Расскажу Их Еще У меня Моя Супруга Такая Уверовала Водна Крещение Приняла Не вода Ее Родила Возражение Продошло А то Что Действительно Открыто Жаждущее Сердце Чрево Готово Принятию Семени И Вот Это Искреннее Желание Сердце Как Господь Говорит На смиренного И кроткого Я презрю И Тот Трепещит Пред Словом Моим То есть Он Почитает За нее Слово Авторитет Она Буквально Родилась Вше Но Есть Феномен Когато Годами Люди Можут Ходить В церковь У них Есть Взаимосвязь С Богом Но Они Как бы Там Остались В очреве Не родились И Они Слепи И Причина Является То Что Они Не Прилагают К Этому Усилии А Акцент Ставит На Плоть На Внешнюю Природу И Этому Иногда Способствуют Эти Учения Которые Сегодня Тоже Существуют Которые Ставят Именно Акцент На Плоть Не Обижайтесь На Процветание Самодостаточность Человека Психология Такая Христианская Я понимаю Что Это Нужно Но Настолько Это Главенствующим Стало И Даже Определяющим Духовности Твоей И Това Не Трябва Да Определя Духовност Те Ако Аз Бидейки Пастор И Бископ Ако Црквата Би повече От 100 Човека Больше У меня Есть машина Крутая Дом Клъща Я Преуспевающий Пастор Божия Помазаник Я Не Против Что Бог Действительно Он Может Дать И Это Обеспечение Нормально Но Иногда Им Мерят И Поэтому Это Очень Важно Понимать Что Все Должно По Мерим Главное Оставаться Всегда Главным Важным А Нужным Правильно Расставленные Приоритеты Чтобы Наш Дух Возрастал Чтобы Было Попечение О Душе И Теле Но Все Таки Отдается Предпочтение Чему Духу Чтобы Наш Дух Всегда Был Напитан Напоен Амэн Чтобы В нашем Храме Святая Святых Место Где Дух Наш Чтобы Там Копчег Был Присутствия Божия И Чтобы Светильник Всегда Семисвечник Горел Амэн Поэтому Это Очень Важно Понимать И Кто В себе Уже Нашел Семисвечник Скажите Слава Богу Аллилуйя И Когда Человек Рождается Свыше Вот Здесь Действительно Салют Фейверги Я Уже Свидетел Что Я Родился В Христианской Семей Я Старый Человек Уже 65 Лет В этом Году Будет 66 Я Помню Себя Осознаю Где С Лет Пяти Наверно Я Верующ Знал О Боге Об Иисусе Христе Я Не За Атеистов У Верующих Я Немало Видел Чудес Видения Ну И Божью Силу Но Прожил Я Свою Отрочество И Юность Грехах Но Своето Тинейджерство Преживях В Грехове И Я Няква Степен Бях Набожен Но Когда Бог Мене Хорошо Треханул Он Мене Добровольно Принудительно Привел Знаете Такое Есть У Бога Привилегия Право Добровольно Принудительно Приводить А Кого-то Просто Он Предлагает Отказывается Он Как бы Сильно Не Наста Поэтому Силою Бог Не Приводит Нас Царство Свою Не Заманивает А Что Дает Ему Право Добровольно Принудительно Приводить Когда Кто-то За Нас Молит Когда Нас Посвящает Поэтому Молите За Своих Детей Молите За Своих Близких И Родных Мы Не Можем Привести Даже Через Культуру Христианскую Даже Через Нашу Жизнь Пример Нашей Жизни Это Очень Тяжело Но Мы Можем Молиться Посвящайте Своих Детей Господа И В свое Время Моя Бабушка Моя Посвятила На Одном Из Таких Домашних Собраний Пророчество Во мне Было Мне Уже Было Лет Восемь Наверное Во втором Классе Я Был Красноязычный Очень Застенчивый Бях Много Страмежлив Не Выговаривал Очень Много Шипящих Буква Р Не Выговаривал Буква Р Меня Из Дет Страмежлив И Бегей Страмежлив Страмежлив У нас Евгей Потому Что Я Не Выговаривал Р Меня Застали Библию Читать Они Сидят Все Занимаются Своими Делами Тогда Сильный Гонение Был на Христиан Времена Хрущева Ну И Нам Сказали Что Мы На Улице Бегаем Ребятишки Чтобы Чужой Подходить К нашему Дому Чтобы Кто Из Нас Забежал И Предупредил Чужой Чужой Я Забежал Предупредить И Попался Застали Библию Читать Слух Для них Все Там Играют Бегают В лапту Играют Но Я Начал Читать Новый Завет Не Помню Какое Место Писание Через Слово Еще Больше Начал Картавить Чтобы Мне Быстро Отпустили Ну Одна Из Женщин Говорит Ну Че С Него Толку Будет Видите Вот Во Втором Классе Учится Учится Во Второй Класс Говорит Ничего Не Поймешь Ну Я Думаю Сейчас Меня Отпустят Другая Женщина Говорит Знаешь Говорит Знаешь Точно Говорю Будет Санька Проповедником Потому Что Моисей Был Косноязычный А Бог Его Избрал И Он Вел Израильский Народ Амин Ну И Вот Это Свидетельцы Мне Когда Я Уверовал То есть Бог Привел Добровольно Принудительно Мне Дух Святой Напомнил Я Вообще Сверхъестественно Пришел Бог Господь Ко мне Приходил Я этим Не хвалюсь И мне Не дает Никакого Какого-то Я думаю Что Это Наоборот Знаете Что Я Такой Баран Упрямый Но Бог Такой Милосердный Что Он Пришел Ко Мне Со Мно Разговаривал Он Он Стоял За спиной Я Уже Решил Жизнь Закончить Самоубийство Потому Что Все В жизни Потерял Обида Все Вот Это Вот Повждало Меня Просто Уйти Из Этой Жизни Я Искал Просто Способ Как Уйти Чтобы Никого Не Применять Искал У кого Гранату Купить Ну Вот Такое Дошло Мне И Господь Ко мне Пришел Он Стоял За спиной И Сказал Мне Прости Всех Я Говорю Кто Ты Но Чувствую Это Ауди Был Голос Не Просто В Голове Это Я Проницательный Голос Очень Спокойный Размеренный Это Я Сейчас Вспоминаю Действительно В этом Голосе Было Милосердие И Какая Тверда Непоколебимость Что Он Говорит Еще раз Мне Сказал Прости Всех Я Говорю Я Не Могу Ты Должен Любить Любить Меня Для Меня Это Прозвучало Как Бы Ну Не Совсем Как Бы Понятно Как Его Должен Любить Он Сказал Оставь Все И Следуй За Мною Знаете Что Я Сказал Хорошо Добре И Дух Святой На Мне Сошел Но Я Думаю Я Еще Не Родился Бог То Семя Которое С детства На Мне Там Эти Годы Все Лежало Дух Моя Он Активизировал Но Мой Мнешний Человек Еще Стал Еще Больше Грешить И Когато Вече Стигнах Ком Това Че Не Мога И Когато Пришли Бандиты Убивать Меня Разстреливать Это Москве Было Я Не Бандит Там Не Б Просто Должник Мне Должен Был Деньги Определенную Суму Он Поддавал Он Подослал Бандитов Чтобы Они Меня Развели По Понятиям Выражение У Бандитов Понятия По Своим Законам Я Сказал Нет Я Не Подписываюсь Под Это Пусть Он Отдаст Мне Суму Вернется И И Они Не Ничего Сделать Но Чудо В том Что Именно Накануне Буквально За два Дня Бог Меня Показал Видение Я Вышел Утром На Кухню Знаете Вот Фильм Иван Васильевич Менять Профессия И Нечто Такое Непонятное Что Все Шкафы Исчезают И Я Вижу Иисуса Христа Распятого На Кресте А До Этого Я Буквально Захлеб Прочитал Всю Библию Всю И У Меня Это Все В Голове Переживание Иисус Христос Умер За Меня Иисус Христос Умрял За Меня Я Вижу Его Распятого На Кресте Я Вижу Его По 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 Будто Я На Одном Линии С Нем Так Он На Кресте Висел Но Я Вижу Как Будто Я На И Полупрофиль То Не Фас Вот Так Я Вижу А Как Будто Я Вот Так Вот Его Вижу Немножко Развернуто Вот Так Вот Меня Это Как То Вот Изориентировало Я Пытаюсь Зайти С Этой С С Увидеть Полностью У Не Получается Я Так У Вижу Это Реально Это Не Репродукция Не Плод Воображение Я Художник 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 Не Мисляч Путное Воображение Знаешь Только Перспектива И Я Видел Он Был Сопущенный Опущенная Голова Венец Пасмурная Погода На Теле Капельки Воды Буквально Я Видел Как будто Был От Метра Два Три Метра От Мен И Она Его Смотрел Тело Его Было Обескровлено Бледно Цвета Он Был Мертв Уже Бледно Тело В Этот Момент Дух Святой Сошел Я Упал Холодильник Стоял Я Задержался Я На Себя Холодильник Прокинул Меня Так Трясло Такое Глубого Покаяние Я Кричал Господи Какой Я Грешник Я Считался Я Праведник Когда Посмотрел На Иисуса Христа Именно Когда Дух Святой Обращает На Иисуса Христа К Нам Приходит Истинное Покаяние У меня Это Драматично Сильно Произошло У кого Мож По-другому Но Все равно Этот момент Проходим Рубеж И Когато Аз Такой Грешник И Со мной Это Произошло Я Родился Свыше Потом Это Обнаружил И После Го Я Кричал Иисус Я Люблю Тебя Я Шел По Улице И Кричал И Каз И Каз Когда Пришел В церковь Моя Супруга Уверовала Были Разведены Мы Подпишись Разведены И После Пак Собрали Служим Конечно Мне Времени Нет Чтобы До Конца Все Логически Все Это Объяснить Но Тем Не Менее Хотел Бы Чуть Дальше Еще Вас Украсть Две Минуты Три Когда Человек Рождается Свыше Он Становится Новым Творением Древнее Прошло Теперь Все Новое И Очень Важно Когда Ты Родился Свыше Ты Родился В Царстве Божьем О Котором Иисус Говорит От Иоанна Шестая Глава Шесть Третьем Стихе Дух Животворит А Плоть Нисколько Не пользует Когда Ты Рождаешься В Царстве Божьем Твоя Ветхая Природа Не пользуется Там Ничто Это Царство Духа Твоего Духа Когда Твой Дух Погружается В Царствие Божье И там Плоти Нету Места Кто Понимает Меня До этого Места Поэтому Когда Мы Рождаемся Свыше Наш Дух Он Становится Очень Чувствительный Богу Небу Где Царствует Христос Но у меня времени нету Дальше Нямам Время Да Продолжавам Наговорить Тому же Сурдоперевод Он Он Тоже Много Времени Занимает Но я В Церкви Себя Сейчас Это Точно Проповедую А Иногда И Полтора Когда Тема Очень Захватывающая Люди Не устают Наоборот Жадность Кушают Пьют Поэтому Очень важно Чтобы Мы Действительно Понимали Кто Мы На самом Деле Мы Новое Творение Что Мы Родились Свыше Начинается Новый Процес От Младенчества К Зрелости Это Следующая Тема Наверное Будет Когда Я Возможно Поделюсь Этим Здесь В этом Собрании Если Пастор Геннадий Позволит Конечно Это Лучше Учением Преподать Но Я думаю Мы Как-то Этот Вопрос Корректируем Потому Что Я думаю Что Это Очень Важное Учение У У У У У Изложено И В нашей Церкви Но Все Хорошо Лидеры По крайней Мере Это Учение Знают Потому Что Если Человек Не родился Свыше Он Царствие Божье Не Увидит И Не Войдет Когда Он Входит Царствие Божье Очень Важно Чтобы Он Также Сделал Ревизию Своей Жизни Своей Веры Что Убрать Что Может Быть Еще Использовать Как Инструмент Чтобы Достигать Царствие Божьим Побед И Служить Господу И Людям Амин Хорошо У меня Здесь 12 Стихов Я Хотел Вам Сегодня Повести Но Так Как Времени Нету Я Вот Закончу Прочитайте Евангелие От Луки Первая Глава Когда Ангел Божий Приходит Марии Вот Это Наглядно Как С нами Этот Процесс Происходит В Качестве Ангела Это Человек Который Нам Проповедует И Он Говорит Когда Дух Святой Насойдет Ты Зачнешь И Родишь Святое Вот И Далее Она Ответила Добудет Мне По Слову Твоему Господи Если мы Так Правильно Будем Поступать Как Мария То Родится В Нас То Новый Который Родился С Священ Чтобы Каждый Из Понимал Что Мы Не Просто Верим В Теологию А Мы Обнаружим В Себе Это Что Во Мне Живет Новая Природа Кто Мне Понимает Аминь Хорошо Господь Я Благодарю Что Ты Мне Позволил Сегодня Поделиться Истиной Твоей У Мне Времени Не Хватило Чтобы Изложить До Конца Я Знаю Что Это Работа Духа Святого И Он Это Совершает Все Поэтому Я Отдаю Тебе Это Господь Дух Святой Чтобы Ты Это Совершал Просвещал Сердца И Умы Своих Детей Потому Что Именно Ты Дух Святой Являешься Господином В нашем Храме И Созидаешь Этот Дом Плюсь Во имя Иисуса Христа Аминь Хорошо Будьте Благословенны 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 Редактор Аминь М погды Аминь Аминь Я